ребята всем привет с вами denis а значит вы смотрите видеоблог а видео видео инженера ура это случилось наконец-то есть что поснимать давно меня спрашивали когда будет видеоблог и я и сам хотел уже его снять но проекты были довольно однотипные не хотелось повторять то что уже было снято до этого каким там как я сажу проекторы или я не знаю как я подключаю сервер поэтому хотелось дождаться чего-нибудь особенного и вот момент настал я нахожусь на производстве мы с ребятами наша новая компания easy помните про которой рассказал на своих лекциях уже там у многих начали рождаться вопрос а что же за изя что вы делаете и я всем говорил что сейчас чуть-чуть потерпите я начну показывать и рассказывать чем мы занимаемся и вот сейчас у нас появился действительно интересный проект про который хочется рассказать и хочется чтобы в головах у вас поселилась ассоциация что easy это в первую очередь инсталляции и вот мы делаем одну такую инсталляцию прямо сейчас это будет экран интерактивный который будет показывать информацию нестандартным способом при помощи игры света и теней сейчас я вам все покажу мы приехали с ребятами на производство ребята приехали поработать я приехал по осветить этот процесс хотел менее прилично назвать вот мы на производстве и давайте посмотрим все это выглядит так вот они мы вот она производства здесь происходит серьезные технологические процессы и не буду мешать никому работать и вот наш наш рабочий стол и вот то что здесь сейчас происходит наши классные ребята вот все компоненты которые будут составлять суть инсталляции которым при помощи которых она будет работать вот нам на производстве сделали такой классный короб их всего будет 9 суть в том что вы уже на самом деле видите как она будет работать по контуру у нас будет смонтирована диодная лента который будет светить в тарет в торцы вот этих вот палочек и когда она будет светить торцы палочек тенями будут рисоваться разные числа если вы знаете модель таких часов типа электроника или любых вот таких старых lcd дисплеев да то вот из такого сегмента 2 на 3 можно собрать по сути любое число да то есть можно нарисовать восьмерку можно нарисовать семерку можно нарисовать двойку тройку и так далее вот в общем вот такая вот идея всего таких блоков будет 9 они будут стоять виде такой вот как бы стены и соответственно логика работы будет такая перед этой стеной будет стоять планшет на планшете будет бизнес-приложение которое в общем собственно клиент наш разработал на нем мы будем вбивать данные и после этого результат работы этого бизнес-приложения будет показан в виде чисел вот на этом нашем экране а сейчас мы с вами видим прям совсем начальный этап сборки то есть вот у нас только-только появились эти короба они пришли из покрасочного цеха их собрали и сейчас ребята начинают прежде чем эти короба окончательно за заклеит и придадут им как финальный вид нужно в них смонтировать всю микроэлектронику которую мы используем соответственно сейчас парни занимаются тем что подготавливают эту микроэлектронику вот они нарезают светодиодную ленту нарезают профили в которых светодиодная лента будет смонтирована программируют микроконтроллеры и так далее и так далее вот давайте попробуем обратить взять небольшое интервью антон может сказать двух словах что ты сейчас делаешь да давай могу подержать в общем мы сейчас готовим ленты которые будут обрамлять эти короба внутри и будут давать такую ровную заливку вокруг столбов и еще пару прикольных эффектов но мы работаем по методу конвейера поэтому мы сначала будем типа занудно отрезать нужные куски ленты и готовить проверять тестовым паттерном на там ардуинке уже подготовленной и только потом уже опять же конверно будем вклеивать это все во все наши блоки вот тип такого понял тебя спасибо так у нас запланирована еще художественная съемка всего этого стопа то есть сейчас такой чисто технический backstage который для блога а вот в пятницу мы планируем еще поснимать это все для права ну для нашего портфолио красиво уже смонтированном виде и тогда я еще к вам вернусь и покажу вам как это все выглядит уже в рабочем виде и смонтированном и тогда чуть еще больше расскажу про то как это все работает и вы это увидите наглядно увидимся всем привет мы с вами последний раз виделись на производстве где ребята пилили точили подключали паяли клеили вот теперь мы уже приехали на саму площадку ребята продолжают пилит и точить паять программировать и делать вот это все что мы любим а я из достижений вот прокатился только что первый раз на электроскутере на электросамокате было очень круто вот ну и сейчас немножко покажу вам внутренней кухни так вот антон сидит ковыряется сидит ковыряется в редакторе редактирует сценарий световые по которым будет работа наша инсталляция вот наша инсталляция уже почти что в собранном виде как вы видите максим монтирует последний блок как я и говорил их всего будет 9 потому что нам надо показать три числа три двухзначных числа со знаками процента вот поэтому здесь собственно 99 табло вот потом у нас предусмотрена еще вот такая вот хитрая конструкция сейчас я вам ее покажу немножко конечно монструозно выглядит но к сожалению ничего более изящному не смогли придумать вот приветики вот сейчас так меня немножко отвлекли и я начал рассказывать значит про наш адский девайс адский девайс в следующем заключается так как мы делали приложение для айпада сейчас будет айпад предъявлен вот айпад на нем будет приложение по которой пока не готов продемонстрировать но девайс заключается следующем к айпаду есть продается специально вот такой вот переходник который называется камера connection kit по моему да и он позволяет воткнуть в него юсби девайс а юсби девайсом нашем случае является ethernet адаптер юсби на ethernet адаптер и вот таким вот образом он подключается впереди переходник в этот же переходник еще включается питание вот lightning здесь вход это все включается в айпад и в айпаде появляется сетевой интернет и это для нас очень важно потому что вай фай на этой площадке не работает вот поэтому нам нужно было организовать сетевое подключение а так как заказчик хотел айпад пришлось вот такие вот образом изобрести небольшую штуку но в принципе это как бы проверенная конструкция она рабочая и в целом здесь за счет нелюбви apple к большому количеству разных выходов и любви к большому количеству разных переходников вот так вот выглядит создание проводной сети в айпаде вот значит так что у нас дальше вот по лазерному уровню все выставлено очень красиво и четко вот так вот выглядит наша конструкция как вы видите уже вот от нее некие тени отбрасываются да когда включится светодиодная подсветка то тенями этими мы начнем управлять сейчас макс занимается тем что я так понимаю нарезает наверное кабель для того чтобы подключить это все дело до макс я угадал ей я понимаю что происходит вы так что еще вам рассказать да в принципе наверно пока больше нечего вот стойка для ipad который покажет используется как стойка для куртки вот здесь вот она встанет вот сюда вот будет подходить люди взаимодействовать с приложением и смотреть результат своего взаимодействия вот на этом вот прекрасном экране да еще хотел сказать что айпад подключается к сети а на обратном конце этой сети находится компьютер мини компьютер который называется разбери пай а а да вот у нас есть шкафчик который сходится вся проводка от инсталляции и здесь же установлен компьютер разбери который является веб-сервером для нашего приложения собственно написанного на айпаде чуть попозже я не знаю сегодня это будет или завтра но в общем все это соберем подключим и я покажу как это все работает так ребят вот наконец-то выдалась возможность поснимать от гремел subforum в москве и вот наша инсталляция к сожалению я очень долго ждал момент чтобы ее поснимать во всей красоте типа то было солнечно то начался форум и не хотелось мешать гостям и теперь наконец-то я такой думаю после форума я все сниму и включили блин дежурное освещение и вся инсталляция потерялась но у нас будет еще красивое отчетное видео где вы увидите как она работает в затемненном помещении круто здесь я просто в рамках блога расскажу про механику это наш айпад на котором было написано приложение где ты выбираешь свою как мы видим отрасль дальше ты выбираешь что-то еще не вдавался подробности и смотришь значит на столу инсталляцию и дальше тебе вот таким вот образом зажигаются световые столбы и рисуют твои цифры которые соответствуют показателям которые улучшаются при помощи бизнес приложения сапа ну блин так как тотально все засвечено очень плохо видно цифры как которые рисуются вот но мы еще это можно будет увидеть вот например внизу видно если приглядеться что написано 13 процентов в среднем ряду написано 50 50 наверное или 56 верхнем ряду написано как будто бы три блин не знаю очень сильная засветка к сожалению но суть такая по всем поверьте мне что когда освещение правильно работает все классно вот потом это переходит в режим ожидания и работает в разных состав их сценариев вот просто такими приятными переливками вот внутри это все устроено вот так вот сейчас мы попросим кого-нибудь так технический директор может дать мне просто фонарик так значит а мы сейчас зайдем в пультовую я вам покажу здесь можно спасибо так вот пультовая вот мы вот антонская куртка валяется все это имеет вот такой вот вид это шкафчик небольшой который мы собрали и вот здесь вот смонтировано наше устройство здесь значит что у нас есть у нас здесь есть разбери пай который проигрывает цветовой сценарий и на нем поднят веб-сервер который отвечает за связь с айпадом вот этот ethernet провод как раз идет от айпада и соответственно у нас здесь поднят веб-сервер который является бэкендом до для в приложении на айпаде а здесь у нас используется значит контроллер тинзи и вот эти вот красные платы это level shifter и они преобразуют 33 вольта в 5 вольт так что еще сказать ну и собственно вот все и дальше это все уходит на управление светодиодными лентами на самой световой инсталляции вот такие дела столкнулись со сложностью того что очень неудобно было писать световые сценарии при работе с инсталляцией в следующий раз если будем делать такую инсталляцию то будем каким-то образом либо использовать что-то готовое либо будем работать в любом случае писать какой-то конвертер видеосигнала в электрические импульсы понятные спи ленте спасибо вот ну или на этом наверно все большое спасибо хотелось бы сказать агентство радей и сапу за то что пригласили нас доверились и увидимся в новых выпусках видео блога о видео видео инженера пока